Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свою прогулку. И сегодня у нас с вами здание Моссельпрома. До которого мы наконец-то дошли. Так, и вот мы с вами перешли на эту сторону. Вот оттуда мы с вами пришли по воздвиженке. И вот перед нами здание, дом Моссельпрома, собственно, ради которого я сюда и шла. Сейчас мы с вами подойдем поближе. И я прочитала, что здесь есть, когда я снимала первый раз, тоже я этого не знала. Есть кафе. Кафе очень интересное, в которое сейчас я попробую зайти. Вот плюс того, что приезжаешь снимать во второй или в третий раз. Это огромный плюс, что ты уже более внимательно все это изучаешь, все это смотришь. Кстати, об этом красивом доме, которое я вам только что показала. Это, это же не просто так я вам показала, как вы понимаете. Это городская усадьба Шаховского, Краузе, Осиповских. Треница 17, начало 20 века. Главный дом. 1783 год. 1810, 20, 52 год. Но это все переделки, изменения, которые были в этот дом внесены. Дом, на самом деле, очень красивый, тоже с такой вот лепниной. Но сегодня меня интересует дом Моссельпрома. Он меня интересует сегодня больше, чем особняк Шаховского. Вот. И мы идем сюда. Сразу вам сниму с фасада вот здесь вот. И давайте я вам историю этого дома тоже расскажу. Ну, это здание один из первых советских тучерезов, или небоскребов, как их раньше называли. И один из самых известных памятников конструктивизма и авангарда в Москве. Разваливающийся недодел, начатый еще в царской России, при советской власти, достроили и наделили необычной функцией. Расписанный рекламными слоганами Маяковского, дом Моссельпрома поначалу был наполовину ведомственным. Внизу склады, торговое помещение и офис компании. А вышли квартиры сотрудников и жилье для рабочих бабаевской фабрики. Дом Моссельпрома стоит как раз на том месте, где соединились войска Минина и Пожарского, чтобы идти к Кремлю. Сохранились карты 15-18 веков, из которых известно, что рядом здесь была церковь, которая сгорела. Напротив, в конце улицы, между зданиями конца XIX века и домом журналиста, стоял дворец Варвары Энгельгард, любовницы главного фаворита императрицы Екатерины II, князя Потемкина-Таврического. От усадьбы XVIII века сохранилась пара флиделей, между которыми втиснута проездная арка. Этот церковь и дом, занятый притчем, сильно сгорели после 1812 года. И через пять лет здесь появилось небольшое кирпичное строение, уже не религиозного, а светского назначения. В том или ином виде они просуществовали до конца XIX века, когда владелицей участка стал Андрей Игнатьевич Титов, устроивший из них трактир, и постоял двор для извозчиков. Со временем Титов решил отстроить на участке семиэтажный доходный дом с крупными подвалами, которые можно было сдавать в каждые складские помещения. Стоявшие на участке постройки снесли и начали строительство. Однако проекту не суждено было воплотиться в жизнь. 4 апреля 1913 года семиэтажная стена строившегося дома с громким треском обвалилась, подняв столб пыли. К счастью, никого не придавило, так как это было очень рано утром, когда рабочих на стройке не было. На следующий день московская газета «Раннее утро» писала, что в Москве произошла рандиозная строительная катастрофа, рухнула только что законченная стройкой громадная каменная стена семиэтажного дома, возводимого московским купцом Титовым на углу Малой и Нижней Кисловки и Калашнего переулка. Комиссия выявила три причины обрушения. Плохой кирпич, небрежную кладку не по откосу с толстыми швами и рискованную конструкцию. Но в народе говорили, что причина одна – негоже строить на погосте. Именно здесь находилось кладбище при храме Иоанна Милостивого, который до пожара стоял неподалеку. Черепа здесь продолжали находить и в XX веке. Мальчишки здесь бегали, находили черепа. После обрушения стены в 1913 году строительный мусор разобрали. Автора проекта, архитектора Струкова, на полтора месяца посадили в тюрьму. Но стройка со временем возобновилась. В итоге появилось известное нам сегодня семиэтажное Н-образное строение, формально разделенное на два дома, выходящее противоположными фасадами в Калашной и параллельно ему Малой Кисловской переулке. Появилось оно в два этапа. Еще до революции строительство заглохло. Руину в Калашном довели до пяти этажей и бросили, оставив при этом незастроенными угол Нижнего и Малого Кисловского переулков. В 1925 году здание решили закончить, и по проекту архитектора Когана надстроили еще два этажа. В работе над проектом принимал участие инженер Владимир Цветаев, двоюродный брат Марины Цветаевой. Главная фирменная деталь дома Мастер-Прома – угловая шестиугольная башенка с зубцами в конструктивистском духе. Ее спроектировал профессор Вхутемаса, эксперт по железобетонным конструкциям Артур Лалейт. Таким образом, в Калашном периоде появился первый советский дочерез в скайлайне Москвы 1920-х годов, составивший зримую конкуренцию дома Нернзея в Большом Недниковском переулке. Передовое здание отдали инновационной организации пищевому тресту Московского Совета народных хозяйств. В начале 1920-х годов он объединил под выпиской Моссель-Пром национализированные столичные пивоваренные табачные заводы, кондитерские фабрики, шоколадные и мукомольные фабрики. Ради экономии отштуратурили только фасадную часть, а с торцов был виден неприкрытый обнаженный каркас здания. Чтобы оформить эти внешние стены, Моссель-Пром решили привлечь в сотрудничество с Трестом супружескую пару художников – Александра Родченко и Варвару Степанову. В русском конструктивизме это были две фигуры первого порядка. Родченко прославился в первую очередь своими новаторскими фотоработами, а Степанова известна как создательница проза одежды для сотрудников разных ведомств, в том числе и Моссель-Прома. Оба художника входили в творческое объединение «Левый фронт искусств», группировавшийся вокруг Владимира Маяковского. Втроем они разработали фирменный Моссель-Промовский стиль, Маяковский при этом сочинял рекламные тексты и слоганы, поэтому на фасаде здания Треста и возникла знаменитая фраза Маяковского «Нигде, кроме как в Моссель-Проме». Кроме того, он посвятил этому зданию несколько стихотворений. Настенная роспись, выполненная Родченко и Степановой, частью прямо по кирпичам и бетону, представляла собой яркую шрифтовую и графическую композицию, особенно разнообразную на торце здания, где был вход в полуподвальный склад. Здесь на всю высоту дома была растянута надпись «Моссель-Пром» и помещены фанерные щиты с наименованием основной продукции Треста – дрожжи, папиросы, пиво и воды, печенье, конфеты, шоколад. Щиты горизонтально трижды разделялись повторяющимся слоганом Маяковского и дважды наименованием конторы. На боковых фасадах надписи шли вертикально «Моссель-Пром» и «ЭСНХ» – «Моссовнархоз». В первые годы нижние этажи здания отдали под склады и офисы, а верхние – под квартиры. Там жили работники подведомственной «Моссель-Пром» и национализированной фабрики потомственных кондитеров «Абрикосовых». С 1922 года она носит имя сельцаря Сокольнического райкома РКПБ Петра Бабаева, не имевшего к пищевому производству никакого отношения. «Моссель-Пром» был крупной, как сегодня сказали бы, сетью. Кроме дома в Калашном переулке, ему принадлежала столовая в здании ресторана «Прага» и кафе на крыше одного из домов на улице Тверской. Изначально это было национализированное предприятие по выпуску пищевой продукции и тары для конфет, варенья и прочего. В 1936 году после ликвидации «Моссель-Прома» здание передали наркомату обороны. Ему придали максимально стандартный вид, надписи закрасили, фасады стали по-военному одноцветными и светло-бежевыми. Большинство офисных помещений первых этажей с коридорной системой переделали в квартиры – двух-, трех-, четырехкомнатные. Заселили туда высший командный преподавательский состав Рабочей Тристианской Красной Армии. Уже в 1937 году чуть ли не половина жильцов дома попала под репрессии. Вместе с расстрельными репрессировали и их семьи. Жен отправляли в лагеря, маленьких детей в детдома, где им меняли фамилию. До войны на башне дома Моссельпрома были часы. Говорят, их демонтировали, когда в Великую Отечественную войну на ней была установлена зенитка. Когда пункт ПВО с башни убрали, часы так и не восстановили. В 1960-е годы дом перешел к мосту Росполкома, пережил капитальный ремонт с перепланировкой помещений. В нем появились лифты и обновились жильцы. Несколько лет до смерти здесь прожил крупнейший отечественный лингвист Виктор Владимирович Виноградов, прошедший в тюрьму и ссылку. Сейчас его имя носит Институт русского языка на углу Волхонки и Гурлевского бульвара. Здесь на доме на стене в Калашном висит памятная доска. В те же годы в башенку Лолейта вселился живописец Илья Сергеевич Глазунов. В 2007 году художник переехал в собственный дом особняк на Волхонке, а в Калашном теперь находится мастерская его сына. В 1997 году конструктивистское оформление здания воссоздали по проекту профессора кафедры истории советской современной зарубежной архитектуры Московского архитектурного института Елены Борисовны Овсяниковой. В наши дни здесь, кроме жилых квартир, в доме Мостреброма размещается один из факультетов ГИТИСа, главный корпус которого находится неподалеку в Малом Кисловском переулке. Сюда, в этот дом, в Мостреброма водят экскурсии. До сих пор здесь можно увидеть старинные выключатели в подъезде, лестницы красивые, металлические такие логотипы на перилах лестницы с аутентичными окнами. Внизу дома, где раньше были склады, сейчас находится магазин цветов, как вы видели, творческая студия для детей и взрослых. Главным местом притяжения в доме с недавних пор стал полуподвал, освобожденный коммерческим банком, где в конце 2019 года открылась культпросветкафе. Нигде, кроме... Это проект известной художницы и специалиста по отечественному авангарду Елены Сарни. Стены основного зала, оформленного в авангардной стилистике, украшены конструктивистскими плакатами, а своды – фотографиями лучших поэтов той эпохи – Хлебникова, Введенского, Заболоцкого, Хармса и других. Рядом художники-кинематографисты – Малевич, Попов, Лисицкий, Вертов. С одной из стен на посетителей смотрит мастер-промовская троица – Маяковский, Родченко и Степанова. С противоположной – оригинальная проволочная инсталляция в виде головы Маяковского. В Нигде, кроме... В этом кафе регулярно проходят выступления поэтов, выставки, художников, организуются лекции по истории искусства, кинопоказы – это по вечерам. А днём здесь открыто кафе – филиал книжнего магазина «Гиперион», который находится в Хохловском переулке – Вэх! Кто-то здесь висит Майковский Не Майковский Добрый день. Открыто у вас, да? Открываем все. Если желаете кофе, нужно будет подождать его на счетах. Можно я только посижу? Да, но мы сижу. Почему у вас чай-кофе? Здесь вот чайная карта, она в стене меню кофе. Подключена в латте-американ. Привет, тебе посмотрите. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Зачем не все добро. Угу. Из проволоки сделано. Майковский. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...